Так, значит, если вы видите картинку, поставьте, пожалуйста, плюсик. Картинку с мешочным домом. Значит, это то, как выглядела постройка на второй сезон после начала ее возведения. Значит, расскажу в двух словах. Мне нужна была мастерская и довольно-таки оперативно. И, собственно говоря, выяснилось это где-то перед зимой. И уходить в какое-то строительство на зиму было достаточно рискованным занятием. Поэтому надо было сделать что-то очень быстрое и с неким ограниченным бюджетом. Ну, к технологии мешочной я присматривался довольно давно. И понял, что, в общем, это шанс. Шанс попробовать. Ну, собственно говоря, внешний диаметр постройки порядка 5 метров. Чуть внутренний диаметр порядка небольших метров, чем 20, по-моему. И высота в зимите от пола чистового до самого верха купола получается примерно 2,5 метра. Сейчас я расскажу, последовательно покажу, как, собственно говоря, происходило строительство. Значит, сразу заговорюсь, что, значит, по миру построено довольно много разных построек. И все они, я даже, наверное, вернусь на первую картинку. И выглядят они все, в общем-то, много вариантов. Там, собственно говоря, как решена кровля, как решена защита от осадков. Почему я остановился на таком, почему я остановился на зеленой кровле? Дело в том, что, как Андрей меня представил как архитектора, вся моя практика говорит о том, что в нашем климате достаточно уникальный, по сравнению даже с холодными, какими-то другими климатами. Почему? Потому что у нас очень часто происходит переход через нулевую отметку. Чем это плохо? Штукатурное открытие, то есть вся гидроизоляция, вся защита от влаги у этой постройки, если бы она была сделана только через штукатурку, пускай и какой-то водонепроницаемый прилично. Наша кровляция приведет все-таки к ее, рано или поздно приведет к разрушению. Почему? Потому что подвижки, фундаменте и самой массе стены предотвратить гарантированно невозможно. Скорее всего, появятся какие-то деформации, появятся какие-то трещины, а любая трещина, она при попадании внутрь и при замерзании, у нас как бы оттепель, потом заморозки, это приведет к расширению трещины, к появлению новых и потенциально через несколько сезонов возможно к разрушению постройки. Поэтому я остановился именно на таком радикальном варианте, как сплошной кусок гидроизоляции, который используется для бассейна. Вот на данную постройку у меня ушел кусок 6х6 метров ровно. Я сейчас не вспомню, сколько он стоил, но, по-моему, это был 2012 год. Значит, теперь по порядку, как, собственно говоря, происходило строительство. Значит, начал я с очень мелко заглубленного яночного фундамента. Оговорюсь сразу, что существует возможность строить, и у меня есть такой опыт строительства мешочных построек с щебневым фундаментом. То есть, когда, собственно говоря, белые мешки заполняются щебнем и утрамбовываются, находясь под землей. Значит, заглубление у меня фундамента всего-навсего 20 сантиметров. Местами причем меньше. Там где-то, я бы сказал, от 10 до 20 сантиметров некое такое страховочное кольцо. Страховочное кольцо. Почему я решил так сделать? Ну, тут это первая постройка по данной технологии. Я понимал, что вряд ли мне удастся избежать ошибок в строительстве, в конструкции стен, возможно, где-то в проемах, возможно, в кровле. И я, в общем-то, решил сделать все-таки какую-то подстраховку. Это я сейчас понимаю, что можно было без этого обойтись. Но, тем не менее, я себе несколько упростил жизнь в этом плане. По крайней мере, я уже не думал о том, что у меня... Как мне вывести ровно горизонтальный уровень? Мы... ...вот этот вот ноль. Значит, почему видны мешки поперек вот этой ленточки? Мне было важно понять, как себя поведет, собственно говоря, стена, как себя поведет эта мешочная кладка при негоризонтальной структуре. То есть на стандартных знакомых большинству из вас картинках, фотографиях и видеомешочных построек основная масса стен состоит из строго, почти строго горизонтальных слоев. Мне было важно провести эксперимент при горизонтальности и неровности слоев. Значит, тут два плюса возможных. Во-первых, это добавляет декоративных каких-то преимуществ к фасаду, волнистая линия. А во-вторых, это увеличивает площадь сцепления слоев. Для чего это хорошо? Значит, если есть какой-то недостаток колючей проволоки, который необходимо прокладывать между слоями, вот это увеличение площади соприкосновения слоев увеличивает силу трения между ними. Соответственно, мы увеличиваем прочность самой постройки. Так. Значит, мы наблюдаем портал. Здесь я, конечно, провел еще один эксперимент. Эксперимент это по комбинированию мешочной технологии с обычными бетонными блоками. Вот. Значит, этот эксперимент на самом деле не такой безобидный, как могло показаться, потому что на момент начала строительства я не представлял, какая будет степень усадки у мешочной толще стен. То есть, понятно, что у бетона усадки не будет никакой, а вот у мешков я вообще, в принципе, не знал. Опыт у меня не было. Мало того, не было понятно, ну, допустим, если ее не будет прямо сейчас, неизвестно, какая эта усадка будет через год, через два, через пять. Поэтому это еще один эксперимент, о котором я сразу скажу, что, в общем-то, все конструкция ведет себя замечательно. Никаких просадок, никаких усадок здесь не видно, никаких щелей, ничего здесь нет. То есть, после утрамбовки масса стены, она практически уже никак не менялась. Значит, существенное дополнение о составе грунта. Значит, вот мы видим мешок, и здесь видны капли, капли воды. Состав грунт у нас был такой. Порядка 85-90% в изначальном грунте это был песок, и не более 10% была глина. Мало того, глина была неоднородная, размешана с песком, а она была там комьями. То есть, скажем так, это достаточно большая неприятность для меня была и неожиданность перед началом строительства, то, что мне, в общем, пришлось здесь иметь дело с материалом более слабым, чем я рассчитывал изначально. Очевидно, что суглинок более прочные, чем прочные. Это просто песок. И весь такой песочек был, конечно, слабоватый. Поэтому я был вынужден изначально добавлять смесь порядка 3% цемента. Значит, также в эту смесь через небольшую бетонамешалку мы добавляли керамзит. Керамзита здесь примерно треть от общей массы. И так, значит, получилось треть керамзит и, значит, две трети – это практически песок с включениями глины, с узками отдельно глины. В общем-то, крайне неудачно для строительства смесь. Значит, изначально мы решили добавить воды. В процессе перемешивания вот этой всей массы в бетонамешалке мы решили добавить воды. В общем, мы не знали, сколько ее должно быть или не должно быть, и то решили проверять экспериментально. Могу сказать сразу, что если есть какая-то естественная влажность у грунта, в никакую воду добавлять не надо. Значит, проблемы две. Ну, естественно, это трудозатраты. Второе, что в процессе трамбовки масса ведет себя нестабильно. То есть она не затвердевает после нескольких ударов и начинает вести себя, грубо говоря, как резина. То есть она начинает где-то, то есть если вы ударите там два-три раза в одном месте, она в другом месте вспучится. И наоборот. В отличие от грунтовой смеси естественной влажности, после двух-трех ударов по какому-то точке, значит, никакой речи о деформации дальнейшей идти не может. То есть масса, я считаю, тем более, если в ней присутствует хотя бы 3% цемента, произойдет внутри этого рукава белого. То есть бить, утрамбовать такую массу надо сразу начисто. Исправлять ошибки такие крайне сложно. Потому что пытаясь передвинуть неправильно уложенный, утрамбованный вот этот вот слой, вы поднимаете не просто, скажем так, 20-30 или 50 погонов сантиметров от этого слоя, а гораздо больше. Масса там сильная за 100 килограмм получается. Передвигать крайне сложно. Вот так. Здесь я показываю просто процесс. Значит, влажность, видимо, от Дэна, с которого знакома, значит, это влажность естественная. Влажность естественная. То есть масса не должна оставаться влагой на руках. В любом случае. Да. Значит, просто что здесь показано? Вот у нас такая гармошка, сложенный мешок, он надет на обычное пластиковое ведро, у которого просто вырезано дно. Так выглядит, собственно говоря, приготовленный к работе мешок. А металлическая серая труба, которая выходит из-под слоя, это была труба, проложенная для канализации. Канализация у меня предполагалась простая, то есть только для воды из раковины. Вот. Значит, так выглядит неутрамбованный слой, самый первый слой, наположенный на вот эти самые закладные мешки. Мешки были с керамзиком. То есть форма от конечной. То есть после трамбовки этот слой сжался примерно раза в полтора, в два. Значит, здесь мы видим, что закладные балки, которые я делал для пола, здесь закрыты. Во-первых, они обработаны антисептиком. Значит, в полевых условиях, если антисептика никакой в собой нет, то можно просто обжечь в костре торец закладной балки. Выделяющиеся вещества, смолы, они защищают от гниения древесины. Вот. Кроме того, я закрыл рубероидом. Вот. Это уже видно утрамбованный слой. Говорил, у меня был некий недостаток с колючей проволокой. И это была одна из причин, почему нижние слои были сделаны волнистыми. Так. Здесь уже пошел второй слой. И видны кирпичи, к которому прижата колючая проволока. Кроме того, мы уже успели установить дверную коробку. Значит, собственно говоря, процесс укладки слоев и трамбовка никакой особенной сложности и никакой сноровки по большому счету особой не требует. Это все осваивается довольно-таки быстро. В течение, может быть, 30, может быть, часа. Вся, скажем так, технологическая сложность строительства из мешков с землей, на мой взгляд, это стыковка жестких элементов, таких как дверные оконные блоки. Так, секундочку. Вопрос поступил. Колючая проволока в один ряд или лучше положить в два? Лучше, конечно, положить в два ряда. Особенно, если постройка большая. На опыту моей постройки я могу с проволоки. Проблем я никаких в связи с этим не наблюдаю. По крайней мере, по прошествии четырех с половиной лет. После завершения строительства. Опять-таки повторюсь, возможно, это связано с тем, что у меня не ровные оболнистые стены, что увеличило на несколько десятков процентов, по крайней мере, в нижних слоях, площадь соприкосновения. Это, то есть, на силу трения между слоями. Так. Ну, там была, там видна еще бетон-мешалка. Небольшая, протативная, по-моему, на 25 литров. Вот. Показывал проем, в котором должна была быть смонтирована петона. Сейчас видно, что из трубы идет дым. То есть, мне было необходимо сделать тест на театру. С чем это связано? Сейчас я найду следующий кадр. Да, вот. Видно, как печь у меня в проеме. Предполагалось изначально, что эта печь будет топиться снаружи. Вот. Но в процессе эксплуатации... Так. Угу. Почему мне было важно сделать сначала печку на черно, выложить ее насухо, без раствора из кирпича, и убедиться в том, что она работает? Потому что я для экономии площади внутри решил частично печку встроить в кладку стены. Поэтому прежде чем... Вот, за что это видно. Прежде чем начать... Вот, прежде чем продолжать возводить стену, мне надо было убедиться в том, что печка рабочая. Я в этом убедился. И дальше, собственно говоря, я продолжал уже обходить конструкцию... Сначала блоками в небольшом количестве, а потом уже и мешками. Спокойно душой, понимая, что печь работает. Как надо. Да, вот здесь видно. И в дальнейшем я... Вот квадрат, который слева виден по печеную трубу, я, собственно говоря, его так и поднимал. Опять-таки, без раствора, насухо, для того, чтобы контролировать форму. Вот это общий вид. Общий вид с дверного проема. Вот, это как раз то самое сложное место, на которое больше всего придется обращать внимание. Это стыковка слоев этих мешков с дверной коробкой. Значит, на что нужно обращать внимание? Чтобы там было минимум щелей. То есть, надо таким образом прикладывать мешок к дверной или как он на коробке, чтобы он еще не был утрамбованным, не был бы плотным и хорошо облегал, собственно говоря, максимально плотно, прилегая по всей ширине, в дверной этой самой коробке. Да, я постараюсь помедленнее двигать. Значит, теперь на этом кадре видны деревянные бруски. В чем их смысл? Основной смысл был в том, чтобы крепить к ним обшивку, которую я предполагал сделать. Здесь в процессе строительства и понимая, в общем, пристигая специфическую форму, как с ней работать, как ее отделывать лучше. Я пришел к выводу, что мне было бы проще конструкцию все штукатурить, к тому же она оказалась теплая. Достаточно толще стены оказалась теплая. Изначально на эти бруски я собирался крепить под конструкцию для утепления и последующей обшивки, как вариант, например, гибкой кровлей. Оказалось, что они в любом случае не мешают. В конце очень удобно было по ним, собственно говоря, карабкаться по стене. В общем-то, можно сказать, что леса наружные практически не крепкие. Вот просто по этим брусочкам удобно было ходить. Достаточно одного слоя сверху, уложенного на эти бруски, и они держат вес взрослого человека. Да, здесь уже видно, что мы выходим на единый общий уровень мешками и блоками, и следующие слои уже единственные мешочные с этой высоты. Слева видны мешки с керамзитом, которые до опустошения использовались как строительные леса. Очень удобно. Очень удобно. Если у кого-то будут, может быть, тюки с сеном, тоже как вариант. Вот. Вот. Вот так. Для понимания мне помогали два человека строить. То есть мы вот эту мастерскую строили, и затратив порядка сорока человек и дней. Хорошая цифра для понимания. Значит, у нас получилось порядка 12,5 квадратных метров, и это 40 человек и дней. Значит, если постройка будет больше, то там будет производительность несколько выше. Значит, вопрос по времени на монтаж стен, это я уже ответил. 40 человек и дней. Значит, количество рукава сюда ушло меньше 500 метров. Ну, точно. То есть, не 450, но, в общем, что-то такое. До 500. То есть, рулон, который можно в стандарте купить с оптом, это 1400 метров. Вот. И... Оттрачено, ну, гораздо меньше половины. Да. Так. Значит, по... По этому кадру, на что хочу обратиться. внимание, слева видна внутри доски закладных. Это подразумевается мебельный, в общем-то, полка. Круглая постройка, она вообще несколько меняет мировоззрение, помимо воли того, кто находится там, строит и так далее. Почему? Потому что делать планировку прямоугольного помещения, ну, в общем, понятно как. Это практически все, что сейчас строится и делается, базируется на прямоугольниках. А круглые помещения, особенно компактные, представлены в этом просто задачу. Она... Круг можно использовать не менее рационально, чем прямоугольник. Но для этого надо просто начать думать кругами. Вот. Надо его просто прочувствовать. И вот, собственно говоря, если у вас помещение небольшое, круговое, значит, меблировка должна быть по возможности кальцевая. Поэтому я начал закладывать достаточно спешно, потому что, собственно говоря, то, что мебель тут должна быть встроена, я понял уже в процессе строительства. Вот. Поняв, какой у меня реальный пятачок для ресурсов я располагаю, да, я понял, что надо делать закладным. Ну, здесь мы видим уже процесс установки оконного блока. Значит, вопрос, какова толщина стены? Фактическая толщина здесь порядка 45 сантиметров. Небольшой плюс-минус есть, тому собой. Порядка 45 сантиметров. Значит, при этом ширина рукава 55 сантиметров, заявленная. Значит, хочу обратить внимание, что если смотреть на этот оконный блок, видно, что его верх имеет небольшое уширение внутрь. То есть, это не просто коробка прямоугольная, а верх этого блока, он на 4 бруска, а низ на 3 бруска. Для чего это сделано, наверное, можно догадаться, поскольку слои, радиус слоев с высотой уменьшается, то есть у нас форма куплообразная. Значит, нам надо, чтобы правильно стыковались с этим самым оконным блоком. Здесь мы тоже все видим. Вот, собственно говоря, уже стадия, на которой все слои идут мешочные. Повторюсь, никаких следов деформации я не наблюдаю до сих пор. То есть, никакой остатки у мешков по отношению к бетону не наблюдается. Да, здесь видно в нескольких ракурсах, значит, этот самый дверной блок. Опять-таки, здесь, как у оконного блока, видно уширение верхней части. То есть, начинается он внизу с 3, на 2 бруска, на 4. Обратите, пожалуйста, внимание, если будете делать, прямой блок у стыков придет быть крайне сложно. Значит, здесь видно слева печную трубу, которая уже огибается этими самыми слоями. То есть, печную трубу из кирпича сделать, как дверные блоки, не прямую, не вертикальную, в общем-то, я не советую пытаться. Она идет прямая, соответственно, мешки, соответственно, слои по основной форме постройки сужаются, но вокруг печной трубы они выступают. Это, здесь, во-первых, видно ряда закладных брусков деревянных. Вот, и, собственно говоря, как уже говорит постройка, когда пышки грунтом выведены на поверху, на уровень с дверным оконным блоками. На этих дверных, на дверном оконном блоке видно кусочки набитые. Очень полезная вещь, потому что, в противном случае, мешки довольно-таки сложно будет зафиксировать. То есть, они служат стопорами, потому что при трамбовке мешки могут начать просто туда выскальзывать. Если мы будем бить по мешкам, они могут начать выскальзывать вдоль этих самых блоков, а куски их конфиксируют. Очень удобно. Они работают, как опаловка. Я стою. Так, зачем справа два мешка на фундаменте в начале? Ну, про мешки я уже объяснял. Просто это, да, поперек стены. Я уже объяснял, это для того, чтобы сделать стены, слои волнистыми. Это увеличивает площадь соприкосновения слоев. И тем самым увеличивает силу трения, делая стену более прочной. В моем случае это была цель. Значит, я рассказываю о завершающей части, верхней части этого купола. И сделана она не так, как нижняя основная часть. Опять-таки, поскольку постройка экспериментальная, но я понимал, что мне надо будет ей пользоваться годы и годы. Кроме того, я понимал, что, не знаю, никаких полупониманий, никаких гарантий, тем более в нашем климате, по поводу ее устойчивости у меня нет. Я решил сделать верхнюю часть легкую, по возможности облегчить. Значит, вот небольшой у меня был расчет. Если у меня весь этот купол поверх зернового оконного блока был бы из грунта, то его масса была бы более пяти тонн. И, значит, я нашел альтернативу. Я решил делать попеременно свои деревянные рамы, которые видны сверху, и мешки, рукава, вернее, белые, наполненные керамзитом. Только керамзитом без грунта вообще. Поскольку мешок с керамзитом ведет себя достаточно податливо, у меня получилось, что мы видим два верхних слоя над окном и дверью, но реально под ними есть деревянные рамы. Это хорошо видно с внутренней стороны постройки. Вот это такой получился сэндвич. То есть, можно сказать, что верхняя часть, она сделана не совсем по технологии FB, не в чистом виде. Ну и дальше сделаны выпуски для крепежа кровли. Видны эти брусочки. Да, и вот получился для крепежа кровли и, как предполагалось, утепление. Повторюсь, утепление, в общем-то, особенно для кровли, есть одна хорошая топка печи балерьян, скажем так, давала прогрев. Прогрев при температуре до улицы где-то минус 20, она давала спокойно совершенно день. День было тепло. То есть, если я прогревал помещение тем самым балерьяном так, что стены становились... Да, момент такой, что в мастерской этой зимой я пользовался эпизодически. Значит, морозы у нас вот порядка минут 20 были тогда. Если я доводил стены до теплого состояния, то можно сказать, что в день она снижалась, может быть, там на 2-3 градуса. То есть, тепловая инерция приличная, плюс керамзит вкладки, они видят свой эффект. Вот мы смотрим на постройку снизу. Вот здесь виден блок прохода печной трубы. Скажу сразу, что когда я поставил здесь временно печь балерьян, то именно в этом проеме выходила, собственно говоря, печная труба. Для балерьян она была металлическая. Значит, теперь, как сделано завершение купола. Это, собственно говоря, перимидальная, ресипрокальная конструкция из брусков. Бруски эти 20 сантиметров на 5 сантиметров. Значит, я сделал небольшой расчет, чертежек, что здесь все 8 деталей абсолютно идентичны. Я рассчитал фигурацию и сделал несложные такие надрезы. И, в общем-то, они совершенно замечательно друг друга встали. Должен сказать, что до того, как все бруски друг друга, вся эта конструкция ведет себя крайне шатко. Но, сами понимаете, здесь достаточно высокий брусок, 1 к 4 соотношение сечения. Они ведут себя очень шатко. Как только все 8 брусков замыкаются, как в замок, конструкция становится очень жесткой внезапно. А дальше, чтобы получить вверху ровную раму, составляются треугольники. Так мы получаем ровный восьмиугольник сверху. Значит, сбоку набиты брусочки. Это кровельную обрешетку. В моем случае это балафонера. Вот, собственно говоря, установка произошла уже на куполе. Вид со стороны. Маленькое окошко, которое видно, это... Я вставил бревно в процессе укладки. Дальше, после того, как было сделано два слоя поверх бревна, достаточно без проблем это бревно было вынуто. Дырочка осталась и, в общем-то, проем прочный. При диаметре порядка 25 сантиметров. То есть никакого осыпания грунта там не происходило внутри. Ну, это демонстрация жесткости и прочности конструкции. То есть стоит мужчина весом больше 80 килограмм и выпилена на гвозди. Это достаточно жесткая получается. Вот, это уже видно, как самая верхняя часть обрешает фанерой. Значит, мы видим яркий прямоугольник в верхней части. Это отражающий пластик. То есть, так называемое зеркальное оргстекло. Значит, оно было поставлено с северной стороны вот этого светового проема. Световой проем сверху был зашел. Оркстеклом, поликорситутовым пробонатом. И вот установка этого куска зеркального пластика добавила порядка 30% освещенности. То есть вообще есть смысл, если делать такое зенитное окно, откосы делать зеркальными. Это очень заметно увеличивает освещенность. При том, что само по себе зенитное окно дает... Там есть, в мастерской есть и обычная. Они по площади примерно одинаковые. Освещенность раза в 4 отличается. Извините. 4 больше, чем обычная. А с зеркальными откосами, соответственно, больше с южной стороны, оно также отражается и добавляется еще свет. Здесь показано, как проходит... Между бетонными блоками проходит металлическая печная труба. Это общий вид уже постройки. До консервации на зиму. Первый строительный сезон. Это где-то начало ноября. Значит, на зиму вся постройка была пленкой. Пленка закреплена проволокой. Поскольку я понимаю, что не отделать его, не гидроизолировать, не сделать полноценную проволоку... Сделаю я таким образом. Довольно абсолютно. Соответственно, на следующий сезон она была демонтирована, пленка, и уже была сделана кровля. Ну, это кадр, который демонстрирует степень освещенности внутри. То есть, достаточно светло. Вполне комфортно. То есть, любая работа, зрительная или какая-то еще там, вполне комфортно. К тому же, мягкий ровный свет, идущий с потолка, он, скажем так, уже не важно, как ты сидишь по отношению к ним. Он в любой точке помещения, он создавал очень хороший, ровный, комфортный свет. Так, ну, это опять-таки я показываю вот эту стыковку слоев. Должен сказать, что в процессе работ, мне помощники помогали, где-то они сделали несколько слоев, и в результате все стыковки делал я сам лично. Я понял, что... Ну, как-то им это не удается сделать достаточно качественно. И, в общем, если будете делать вот такие стыковки сам, особенно следите о стыковке мешков с дверными и оконными блоками. Следите, пожалуйста, проверяйте, как там получается... Дело в том, что местами были щели просто сквозны, к сожалению, у помощников. Это вот аккаунт. В общем-то... Да, должен был по предыдущему кадру сказать. Вот мы... Вот нам надо видеть проволоку, которая выходит между слоями мешков. Проволока очень удобна и в процессе строительства, потому что на нее очень удобны инструменты, детали, что-то вешать на данный момент. Этих выпусков проволоки у меня довольно-таки много. Я ее делал чуть ли не каждые полметра. Вот. Значит, на перспективу она очень удобна для того, чтобы монтировать какую-то обшивку. Очень удобно. То есть... Внутри, в самой стене... Проволока закреплена на гвоздь, который вбит непосредственно в мешок уже с грунтом. Внутри, чтобы проволоку выдернуть по-своему. Она может только оторвать. И у меня кончилась таки колючая проволока. И, собственно говоря, вверх... У меня уже... Верхние слои у меня были сделаны именно так. То есть это были... Забивались гвозди периодически, и они между собой скреплялись этой самой проволокой. То есть это была... Такая самодельная замена этой самой колючей проволоки. Ну, здесь видно, что сделан утепленный такой пол. Керамзитный. Но это, соответственно, временное заполнение. Естественно, закрывать такой пол нельзя, потому что доски гниют. Я показываю просто, каким образом на зиму, как временный пол, очень теплый, очень удобный. Так, ну, собственно говоря, это вот основная уже работа по строительству продемонстрирована. И сейчас вот видно, как делает та брешетка под кровлю. Кровля, повторюсь, это был просто сплошной кусок гидроизоляции, резины. Название, если точно искать, называется это «Бутилка-учук». Я даже могу... Или «Бутилка», так называют ее на строительных рынках. Очень хорошая вещь. Вот возник вопрос, почему гниют деревяшки, если закрыть это все керамзитом. Дело в том, что у меня керамзит был насыпан вровень сверху этих самых балок. Для того, чтобы балки не гнили, необходим ток. Если воздух не будет... Если воздух не будет циркулировать, деревьев сильно будет гнить. Так, еще вопрос. Полщина из стены из соломенного блока 50 см. Хорошая изоляция. Не маловато ли толщина стены из мешков? В размере постройки. Значит, в этой постройке толщина нормальная. Я не испытывал каких-то сложностей с отоплением. То есть, отопилось очень легко и, в общем, достаточно экономно. Несмотря на то, что здесь не было тамбура. У двери, а у двери было всего-навсего одно стекло. Тем не менее, работать было комфортно. Если делаете большую постройку, больше, скажем так, 40 квадратных метров, ну, конечно, лучше делать строго по нормативам. Сейчас в Подмосковье толщина кирпичной стены должна быть 75 см. Я могу сказать, что вот этот материал, он очень близ к кирпичной кладке в результате морозовского чувства. Ну, собственно говоря, это вид после укладки гидроизоляции и рулонного газона поверх этой гидроизоляции. Так. Я готов отвечать на вопросы, если они появились. и постепенно готовлюсь к запуску материала по ресипрокальным конструкциям. Значит, если сейчас у нас есть готовность воспринимать вторую тему. Вот поставьте, пожалуйста, плюсики, кто готов просмотреть и послушать презентацию по ресипрокальным конструкциям. Продолжение следует... Да, конечно. Конечно, сделаем отдых и зрителям есть смысл. Да, хорошо, достаточно, я думаю, интересующихся. Вот, прекрасно. Тогда давайте действительно сделаем пять минут перерыв. Вот, и я пока подготовлю презентацию к запуску. Можно будет попить чай, наверное. То есть, примерно ровно в восемь, получается, по киеву начнется по ресипрокам конструкции. Так, я тогда... На это время я пока отключусь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...